МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На телеканале Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Глава Ленинского городского округа Алексей Спасский провел традиционное оперативное совещание. На прошлой неделе также депутаты организовали сбор гуманитарной помощи в виде продуктовых наборов. Часть уже передали клубу солдатских жен и матерей. 572 года со дня основания поселка Володарского отметили в эти выходные местные жители и гости Володарки. Счастья, здоровья и чтобы наш поселок всегда процветал. Третий подъезд дома номер 25 по проспекту Ленинского комсомола в Видном среди победителей областного конкурса лучший подъезд Подмосковья. Задача жителей сохранить этот ремонт текущий. Начало новой рабочей недели означает на одном из первых мест в расписании главы Ленинского городского округа Алексея Спаского традиционное оперативное совещание с руководителями служб и управления муниципалитета. Что обсуждали, расскажет Юлия Погосян. Минувшая неделя в Ленинском городском округе прошла спокойно. Это отметили все руководители профильных управлений и организаций. По линии единой диспетчерской службы чрезвычайных происшествий не зафиксировано. Продолжается подготовка к зимнему сезону. На сегодняшний день налажено порядка 70% линий теплосети. В сфере медицины тоже ведется плановая работа. Активно идет диспансеризация населения. Продолжаются выезды узкопрофильных специалистов. На этой неделе мобильные бригады проведут приемы в Измайловской и Володарской врачебных амбулаториях. На базе детской и взрослой поликлиниках в августе открываются кабинеты медико-социальной помощи и медико-психологического консультирования соответственно. Сообщаем о запуске полезного единого медицинского портала детства по ссылке детство.здрав.мусред.ру Силами сотрудников Дорсервиса на прошлой неделе производился ямочный ремонт. Отремонтировано более 200 выбоин. Идет благоустройство территорий вблизи общеобразовательных учреждений по поручению главы. Завершить его планируется к 10 августа. Завтра у детей Ленинского городского округа начинается третья смена летней оздоровительной кампании. Заслушал Алексей Спасский доклад о достижениях спортсменов муниципалитета. Воспитывает спортивный клуб «Десантник» Екатерина Шаркальевна с Василией Колесник завоевали серебряную и бронзовую медаль на международном турнире по катам в городе Орле. Иван Гелев стал серебряным призером на дистанции 200 метров вольным стиле среди мужчин в финале Кубка России по плаванию в городе Казань. Фордрик Александр стал победительницей на пенсии России по тяжелой атлетике. Продолжается сбор гуманитарной помощи для бойцов СВО. Эту работу активно ведет депутатский корпус и представители партии «Единая Россия». Наша фракция находится в зеленой зоне. По части работы в контексте специальной военной операции у нас фактически лидеровское место. На прошлой неделе также депутаты у нас организовали сбор гуманитарной помощи в виде продуктовых наборов. Часть уже мы передали клубу солдатских жен и матерей. Также мы съездили в Белгород, были в Мариуполе. Был доставлен гуманитарный груз для мобилизованных из Ленинского городского округа. И также был груз для жителей новых регионов. Глава Ленинского городского округа Алексей Спаский отметил, август предстоит насыщенный, поэтому всем необходимо собраться, чтобы максимально продуктивно провести последний летний месяц. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Гульнар Балаева, ВИННТВ. 572 года со дня основания поселка Володарского отметили в эти выходные местные жители и гости Володарки. В первые половины дня дождливая погода вносила свои коррективы в планы организаторов, и ряд мероприятий пришлось отменить. Но ближе к вечеру небо очистилось, и празднику уже ничего не могло помешать. Первое упоминание селения Ладыгина, которое располагалось на территории современного поселка Володарского, встречается в 1451 году. С этого времени и ведется отсчет существования Володарки. Жизнь своя кипит. Удаленность и плотность лесов, рек, плодовой природы, конечно, добавляют определенный сраженный натураж в данной территории. Она немножко подальше от всего, до основной жизни территории. Но это прекрасная территория, прекрасные люди, поверьте, обладающие своим совмешедшим колоритом. В честь 572-й годовщины поселка для местных жителей был устроен настоящий праздничный марафон. На футбольном поле состоялась серия товарищеских матчей. Это праздничный турнир, ко дню города, поселка. И собралось 4 команды. Вот одна из наших команд – это команда ветеранов носороги. Здесь ребята в основном 40+, даже 42+. Молодые ребята там, ну и в среднем 25-28 лет. Для взрослых и детей было подготовлено несколько мастер-классов. Например, вот здесь расписывали деревянную посуду, дощечки и декоративные камни. Дети выбирают самостоятельно сюжет, придумывают. Я им подсказываю, с чего начинаем, что мы делаем. И они делают вот такие вот интересные поделки. А еще были подготовлены различные конкурсы, чаепития, аквагрим, тир и масса других развлечений, в которых приняли участие и гости поселка. По какому поводу приехали? Выступает наша жительница поселка здесь. Группа «Малинки». Там наша девочка участвует. Мы ее поддержать приехали. Ну и, так я понимаю, поздравить? Ну и, естественно, поздравить всех жителей поселка Володарского с праздником, процветания поселка, благополучия. Во время официальной части мероприятия свои награды получили те, кто внес значительный вклад в развитие поселка. С каждым годом в поселке становится комфортней, уютней, удобней жить. Но это все случается только благодаря вам, жителям, которые умеют и любят работать, ценят свою малую родину и помнят о своей истории. Действительно, жители поселка Володарского искренне любят свою малую родину и не скупятся на пожелания для соседей. Счастья, здоровья и чтобы наш поселок всегда процветал. Пожелать им счастья, здоровья, чтобы у них все здесь прекрасно было. Потому что поселок я этот люблю. Он мне уже как дома, можно сказать, стал за все эти годы прожитые здесь. Мирного неба, добра и удачи во всем. Праздничная программа продолжалась и после захода солнца. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева. Видное ТВ. Третий подъезд дома номер 25 по проспекту Ленинского комсомола в Видном среди победителей областного конкурса «Лучший подъезд Подмосковья». Наша съемочная группа встретилась с местными жителями и узнала, как им удалось попасть в лидеры. Принять участие в ежегодном конкурсе «Лучший подъезд Подмосковья» решили сами жильцы 25-го дома по проспекту Ленинского комсомола. Собрали все документы и подали заявку. Сначала третий подъезд занял первое место в муниципальном смотре конкурсе, а потом взял почетную бронзу в области. Главные критерии конкурса – это качество ремонта подъездов, также тематическая какая-то основа по ремонту подъезда. После ремонта подъезд действительно стал настоящим арт-объектом в основе цветовой гаммы, сочетания серого, желтого и розового. Цветочные композиции у окон и на почтовых ящиках. Еще одно украшение – стена второго этажа с графическим изображением достопримечательностей города. Задача жителей какая? Брач-компания сделает. Задача жителей – сохранить этот ремонт текущий, чтобы не сорили, не мусорили, не пачкали стены. К сожалению, дети… Но мы видим по виду предения, кто что сотворил, сразу обращаемся к мамочкам, что давайте исправляйте, чтобы такого не было. Ну, слышат. Алифтина Ковалева почти 20 лет живет в этом доме и отмечает, что после ремонта жизнь третьего подъезда действительно преобразилась. Люди стали бережнее относиться к общему имуществу, ведь все работы проводились с учетом пожелания жителей. Вместе с представителями управляющей компании собственники выбирали строительные материалы и цвет стен, обсуждали нюансы дизайна. Это шикарнейший подъезд, мне очень-очень нравится. Я видела другие, получается, с той же самой практической плиткой, но у нас шедевр. За призовое место в конкурсе жители получили в подарок экскурсионную поездку в Коломну от Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. С 1990 года в более чем 170 странах мира проводится Международная неделя грудного вскармливания. Такая акция стартовала и в Видновском перинатальном центре. Подробнее расскажет Дмитрий Книга. В Видновском перинатальном центре с 31 июля проходит неделя популяризации грудного вскармливания, которая является одним из наиболее эффективных способов обеспечения здоровья и выживания ребенка. Для выхаживания детей в центре работает отделение патологии новорожденных и недоношенных. В отделении каждый день работает 5 докторов, которые ведут порядка 50-60 детей, которые одномоментно находятся в нашем отделении. Соответственно, заведующий отделением обязательно осматривает в день поступления детей при постановке диагноза, то есть на третьи сутки. Заведующий лично совершает обход и контролирует состояние своих маленьких пациентов. Беседует с мамами, поддерживает их и рассказывает о важности грудного вскармливания. Хорошо, он все на все вопросы отвечает, все хорошо, все радует. Ну что, потихонечку растем? Растем, да, конечно. Юлия Старикова из Подольска родила второго ребенка и сейчас приучает его к грудному вскармливанию. Грудное вскармливание – это в первую очередь мать и дитя. Дитя чувствует мать, поэтому рядом забота, любовь и так далее. Поэтому, мне кажется, грудное вскармливание – это очень здорово. Около двух лет в перинатальном центре существует так называемый банк грудного молока. Сохраняют его в специальных морозильных камерах. Таким вот образом хранится грудное молоко. Это специальные пакеты, которые маркированы фамилией ребенка, датой сцеживания, временем сцеживания. И, соответственно, они замораживаются при определенной температуре. Потом при соблюдении определенной технологии, которая тоже прописана, мы это молоко размораживаем и можем давать ребенку в качестве продукта питания. Также в рамках недели грудного вскармливания специалисты перинатального центра проводят встречи и практические занятия с будущими мамами, рассказывая о важности грудного вскармливания. Дмитрий Книга, Галина Житкова, Константин Брлов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. В студии для вас работал Максим Козлов. До встречи.